Далеко не уедешь. Россия, Татарстан, нефть кругом. А цены растут. Выросла стоимость топлива. Спасём жизнь. Вая маломальская, какая-то безобидная даже инфекция может стать какой-то триггерной точкой для нас. 13-летней Нижнекамке необходимо дорогостоящее лечение. Норы на погосте. Как будто бы на съедение отдаём своих усопших. Суслики заполонили городское кладбище. Что строят? Сейчас рабочие готовят основания конструкции. Новая стелла будет украшать центр Нижнекамска. На телеканале НТР24 новости в студии Алманска Шаев. Здравствуйте. Цены на бензин не перестают расти. Сейчас стоимость 92-го подходит к 45 рублям. 95-й уже стоит больше 48. Цены на оптовом рынке России с начала года выросли почти на 20%. С чем это связано, выясняла Светлана Шумкова. Сейчас бензин АИ-92 стоит 44 рубля 70 копеек. АИ-95 – 48 рублей 25 копеек. А вот такие цены были в июле прошлого года. 92-й стоил 41 рубль 40 копеек. А 95-й – 45 рублей 10 копеек. В среднем топливо в Нижнекамске за год подорожало на 3 рубля. Естественно, повышение происходило постепенно на несколько копеек. В последние полгода рубля, по-моему, на 3 вырос. А в сторону юга там вообще 48 рублей. Ужасно, как растут. Россия, Татарстан, нефть кругом. А цены растут. Она постоянно растет. Стоимость дизельного топлива сейчас 48 рублей 60 копеек. В прошлом году оно стоило 46 рублей 80 копеек. А вот заправиться газом в 2020-м можно было за 21 рубль 49 копеек. Теперь же за литр придется выложить 28,5 рублей. Экономисты считают, что оптовые цены на бензин в России с начала года увеличились почти на 20%. В Татарстане цены на топливо сохраняются ниже, чем во всем Приволжском федеральном округе. Аналитики связывают увеличение стоимости с ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты. Резкий скачок цен на топливо связан с подорожанием оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, говорят экономисты. Акцизы на бензин в нашей стране сильно завышены. Но опускать их государство не будет, поскольку это повлияет на доходы региональных бюджетов. Светлана Шумкова, Марсель Джураев, Новости НТР. Пока топливо дорожает, кто-то пытается на этом нажиться. Неудачно. В Нижнекамске вынесли приговор двум мужчинам, которые воровали дизельное топливо с одного из градообразующих предприятий. Делали они это при помощи врезки в трубопровод. Когда об этом стало известно за предприимчивыми нижнекамцами, стали следить оперативники. Задержали прямо на месте преступления. Свою вину они признали. Суд вынес им приговор. Два с половиной года отбывания наказания в колонии общего режима. Ну а мелкие воришки топлива действуют по ночам. Во дворах сливают бензин с автомобилей. В момент их деяний попал на камеру видеонаблюдения. Обо всем подробнее расскажет Денис Макаров. На кадрах видеонаблюдения видно, как преступник выходит из своего автомобиля. Подходит газели и начинает сливать бензин. Все это происходит на улице Тобеева в час ночи. В настоящий момент проводится проверка по данному делу. Устанавливаются все лица, причастные к этому инциденту. Идет отработка камер видеонаблюдения. В компании Татвижн провели свое расследование. Роман Кондрашин говорит, к ним с улицы Тобеева обратились пять человек. У всех слили бензин. Они приехали с поля, скорее всего, с дач. Проехали, смотрели, какие машины стоят. Это были газели, это были уазики. То есть те автомобили, куда прямой доступ шланга получается к баку. Злоумышленники начали свой путь на Тобеева. Далее отправились на улицу Корабельную. По предварительной версии их было двое. Причем интересовал их не только бензин. С некоторых машин они снимали дворники. Все данные мы передали. То есть это госномер. В соцсетях уже даже нашли, где проживает. Фамилии, имя, отчество. И, как сказать, все уже у жителей. Эта информация есть. Я так понимаю, дальше правоохранительные органы уже займутся этим делом. Денис Макаров, Максим Липин, Новости НТР. Девушка впала в кому после падения с мотоцикла. Сейчас она в Нижнекамской больнице с серьезными травмами головы. ДТП произошло 8 августа. В ночное время суток в деревне Верхний Ключ. Пострадавшая ехала вместе с другом. Предварительно известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. И, несмотря на это, сел за роль двухколесного транспортного средства. А сама девушка разместилась в люльке. Откуда вскоре вылетела после наезда на кочку. Потери водитель не заметил и продолжил двигаться в сторону дома. Уже утром он обнаружил ее в кустах с разбитой головой. В ГИБДД нам лишь сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка. От каких-либо подробных комментариев там наотрез отказались. Суслики наводнили. Городское кладбище. Могилы изрыты. Много нор. А сами грызуны, по словам людей, разгуливают по территории, никого не остерегаясь. А питаются едой, оставленной родственниками умерших. Наша съемочная группа сегодня оценила масштаб проблемы. Вот сейчас прыгнул большой-большой суслик. Похоже, у грызунов сегодня был не съемочный день. Больше никто из сусликов выходить на поверхность не захотел. Зато следы их жизнедеятельности на кладбище видны невооруженным взглядом. Один, два, три, четыре. Но на самом деле продолжать можно еще долго. Только вот здесь, на небольшом участке, а это четыре могилы, мы насчитали около восьми норок. Сколько их на территории всего кладбища, трудно даже представить. Изрытые новые и старые могилы. Альфия Погодина несколько дней назад была на похоронах. По ее словам, в тот день грызуны вообще в открытую бегали по дороге. Ощущение, что здесь открыли совхоз по выращиванию сусликов, говорит она. На кладбище такого же быть не должно, понимаете. Я была в Мензелинске, я была в Челнах, я была в Казани, я была в Займске, я была в Альметьске. Нигде такого нету. Это неприятно. Как будто бы на съедение отдаем своих усопших. Дератизацию, по словам представителей кладбища, здесь проводят два раза в год. Но, судя по всему, этого недостаточно. Вот только главная проблема не в этом, считают специалисты. Продукты, оставленные на могилах, это корм для грызунов. Кстати, не совсем понятно, зачем люди это делают. Ни в исламе, ни в православии это не приветствуется. По-христиански самое правильное – помочь нуждающимся. Может быть, даже это человек в вашем подъезде, который, может быть, это многодетная семья. Или ситуация, когда люди попали в трудную ситуацию. Поэтому оставлять продукты на кладбище, на могилах усопших – это не совсем правильно. Конечно, в один миг продукты с могил не исчезнут. Тут важна уборка мест захоронений и постоянная дератизация. В ближайшее время обработку проведут. Сейчас сотрудники кладбища готовят официальное письмо в Санкт-Педемстанцию. Александр Халин, Булат Абдульманов. Новости НТР. Если у вас есть новость, важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdfiz24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. 13-летней Нижникамке нужен жизненно важный препарат – гамма-норм. У ребенка первичные иммунодефициты. Это единственное лекарство, которое ей подходит. Однако оно не зарегистрировано в России. В прошлый раз девочка получила препарат с помощью Росфонда. Сегодня он на исходе. Требуется новая партия. Гульнара и ее дочь Рузеля снова идут на прием к доктору. В детстве девочке поставили диагноз – первичный иммунодефицит. Организм Рузели не вырабатывает антитела на перенесенные заболевания. Любая маломальская, какая-то безобидная даже инфекция может стать какой-то триггерной точкой для нас и привести к тяжелым жизнеугрожающим последствиям. То есть этот процесс может быть даже неконтролируемый и буквально в течение нескольких часов. С рождения девочка часто болела. В 4 года у нее случился тяжелый аутоиммунный криз. Рузелю спасли казанские врачи. Окончательный диагноз поставили в Москве в Центре детской онкологии, иммунологии и гематологии имени Рогачева. После обследования доктора вынесли вердикт – это не гематологическое заболевание, как предполагалось. Рузеля нуждается в пожизненной иммунозаместительной терапии. Внутривенные препараты ребенку не помогали. Подбирались различные иммуноглобулины. В основном внутривенного введения они были. Но впоследствии этих введений у Рузели наблюдались и отмечались нежелательные реакции, такие как гипертензия, повышение температуры, тошнота. В настоящее время идет сбор денежных средств для обеспечения Рузели препаратом гамма-норам. К сожалению, это лекарство на территории Российской Федерации не зарегистрировано. А девочка нуждается в назначении именно данной лекарственной формы иммуноглобулина. Пробную партию семье помогли приобрести через РУСФОНД. Тогда собрали 3 миллиона, закупили препарат на полгода. Сейчас этот препарат у нас подходит опять к концу. То есть первый сбор у нас происходил при помощи РУСФОНДА. Это было декабрь-январь до текущего года. И вот этот препарат, который сейчас у нас имеется в наличии, он, к сожалению, заканчивается. И сейчас нам нужно не допустить перерыва в терапии, потому что этого делать нельзя. У Рузели большие планы на жизнь. Она играет на флете, занимается конным спортом, хорошо учится и мечтает помогать животным. Я планирую оставаться с животными, быть ветеринаром, открыть свою конюшню. Прерывать иммунозамещение нельзя. Помочь Рузеле можем мы с вами. Для этого нужно отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР. Сдать молоко по хорошей цене. В Нижниканском районе организован централизованный сбор продукции от фермеров и жителей села. Раньше лишнее пропадало. Новый пункт открылся в деревне Красная Катка. Он укомплектован всем необходимым оборудованием. Александр Халин подробнее. У Рафаэля Хамитова в хозяйстве пять дойных коров. Молока, как говорится, в избытке. До сегодняшнего дня фермеру приходилось ломать голову, куда реализовать излишки. С появлением пункта по сбору молока этот вопрос отпал. Сдавать объем на молоко это выгоднее, чем переработать и переработанное везти куда-то, искать покупателя. Благодаря этому пункту приема мужчина сейчас зарабатывает около 20 тысяч рублей в месяц. Цена за литр 21 рубль. А ведь раньше это молоко просто пропадало. Сдавать продукцию можно хоть каждый день. Пункт приема молока, в нем находятся два охладителя на 300 литров и на полторы тонны. Ну, они охлаждают молоко, население приносит, сюда сдают молоко, которое вот излишки, да. Плюс этого пункта приема молока в чем? В том, что они в любое время могут принести свое молоко, да. Не надо ждать машину. Ежедневно кооператив собирает почти 2000 литров молока с 8 населенных пунктов. Всего с начала года собрано более 110 тонн молока. И это неудивительно. Сегодня необходимость сбора молока, она растет каждым днем. Во-первых, значит, в районе уже построено 47 миниферм. Это каждый, который имеет 5 и более коров. То есть у населения, кто построили минифермы, естественно, есть необходимость сдавать молоко или продавать молоко. Средства на приобретение оборудования кооперативу выделили из муниципального бюджета. В планах установить еще два таких приемных пункта, что позволит охватить в этой работе все населенные пункты нашего района. Александр Харин, Максим Липин. Новости НТР. Что появится на перекрестке химиков-строителей? На центральной клумбе вырыли глубокую яму и проводят там коммуникации с труб. Анжелика Степанова узнала для чего. Яма прямо в центре города. Вокруг строителей идут работы по укреплению фундамента. Пока здесь только паутина из железных прутьев. Совсем скоро это будет основа стелы. Она будет отображать заботу об экологии. Этот символ с деревом будет хорошо подходить к нашему городу, потому что цветы сажают, за ними ухаживают. В городе должна быть чистота. Люди должны ухаживать за природой. Ну надо ни в одном месте строить. Еще в нескольких точках города. Раньше здесь была декоративная фигура пальмы с подсветкой, без какой-либо смысловой нагрузки. Пересечение проспекта химиков и строителей решили сделать более ярким. Стелы символизируют бережное отношение к экологии, поэтому внешнее сооружение напоминает дерево в колбе. Сейчас рабочие готовят основание конструкции, а полностью завершить установку планируют к 30 августа. Высота стелы будет 13 метров. Колбу сооружение выполнили из металлокаркаса, обшитого композитным материалом. А само дерево изготовлено из листового металла. В ближайшие дни на пересечении проспекта химиков и строителей будет ограничено движение автомобилей. Продлится оно до 30 августа. Именно до этой даты стелу должны установить. Ну а пока нижнекамцам предлагают придумать название для стелы. Свои варианты можно присылать в социальные сети. Их адреса сейчас на вашем экране. Анжелика Степанова, Марсель Джураев, Новости НТР. Смотрите наши новости не только по телевизору. Круглосуточная трансляция канала идет на сайте ntrdfiz24.ru. Там же максимально оперативно обновляется новостная лента. Есть и мобильная версия сайта. Сегодня в России отмечают День физкультурника. В Нижнекамске тоже проводят спортивные мероприятия. В парке Тукая, например, для самых маленьких подготовили программу с конкурсами. Кто больше отожмется, быстрее пробежит. Желающих приобщиться к спорту оказалось немало. Спорт – это круто. То, что дети у нас занимаются спортом, видят то, что надо заниматься спортом. То, что проводят такие мероприятия. Это тоже очень важно, чтобы дети знали. Здорово, да, что дети тут спортом занимаются в парке. А то сидят в телефоне целыми днями. Не вытащишь, а то разминка хоть какая-то. Классно вообще придумали. Молодцы. В данные минуты идет подведение итогов Дня физкультурника. На Солнечной поляне сейчас находится наш корреспондент Александр Халин. Он выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте, Алмаз. Приветствую всех зрителей телеканала НТР24. Ну и, наверное, хочется сказать физкульт-привет. Именно сегодня это приветствие как никогда актуально. Сегодня в России отмечается День физкультурника. Праздничные мероприятия прошли и в Нижнекамске. Здесь, на Солнечной поляне, вот завершилась буквально торжественная часть буквально несколько минут назад. Но нам удалось сегодня пообщаться. И сейчас мы пообщаемся с одним из ярчайших представителей Нижнекамского спорта. Семен Монаков, который очень редко появляется на экранах телевизоров. Но все мы следим за его выступлениями на беговой дорожке. Семен, вот День физкультурника сегодня вообще. Что для тебя этот праздник? Ну, для меня это в первую очередь праздник как для спортсмена. И вот на днях, ну не на днях, буквально недавно я закончил педагогический колледж. То есть это и... Ты стал физкультурником. Да, я стал физкультурником. Я учитель физической культуры теперь. И поэтому это и мой праздник теперь тоже. Уже профессиональный. Уже и профессиональный, да. И то есть мне очень понравилась торжественная программа. Очень много интересного было сегодня. Многих людей наградили грамотами, в том числе и меня. Семен, тебе спасибо, тебе удачи на беговых дорожках. Желаем только удачи и, конечно, поменьше же травм. Ну, конечно, сегодня тоже награждали и ветеранов спорта, и заслуженных работников физической культуры. Александр Сергеевич Клебачев, начальник управления физической культуры и спортнического лица. Александр Сергеевич, День физкультурника. Профессиональный праздник. Вообще, с какими чувствами его встречать? Все-таки есть День химика, да, есть День рождения города. А вот День физкультурника, что это? Ну, это всегда трепетное событие в августе, когда все спортсмены в течение лета либо готовятся к предстоящему сезону, либо отдыхают. И, к сожалению, последние два года День физкультурника не такой массовый, как хотелось бы, в связи с определенными обстоятельствами. Но в этом году мы немножечко так все-таки постарались в рамках, конечно же, всех антиковидных мер. Здесь собрались, соблюдая и социальную дистанцию, конечно же. Но все-таки нашу спортивную общественность собрали, наградили за прошедшие два года всех юбиляров, ветеранов, спортсменов, то есть. Конечно, все ждут наград. Спорт такой, если кого-то забудешь, кого-то забудешь заслуги, всегда это где-то скажется. А в общем-то мы, конечно же, пытаемся этого не допускать. Но всегда есть свои изъяны. Мы заранее, сразу перед всеми, я извиняюсь, если кого-то мы забыли или не поздравили. Вообще сейчас возможно. Да, друзья, любители физкультуры, спортсмены Нижнекамска, Республики Татарстан, Российская Федерация, все, кто любит спорт, наши олимпионики, всех с Днем физкультурника, который, конечно, будет официально в первую, вторую субботу августа. Это будет уже 14 августа. Всех Нижнекамсков спешу смотреть на нашу телебашню. Там тоже будет, конечно же, поздравление от города, от района. Поэтому с Днем физкультурника еще раз. Александр Сергеевич, у нас коротко, буквально еще несколько секунд есть. Вот все-таки День физкультурника и это начало все-таки нового сезона. Вот вы, не знаю, каких-то прорывных результатов ждете, если да, от каких видов спорта вот в этом новом сезоне? Я жду предстоящие первенства мира и Европы по армрестлингу. Наши ребята отобрались на эти соревнования. Я думаю, что у нас есть шансы там поучаствовать и не только, но и победить. У нас есть новые виды спорта, которые сейчас развиваются. У нас появился регби. Пока результатов даже на уровне Республики нет, но у нас очень активные ребята. И молодежь начала это поддерживать. Поэтому здесь от регби тоже жду новых результатов на уровне Республики. Ну и легкоатлеты. Только что был Семен Монаков. Наш будущий олимпионик. Это я надеюсь. Я думаю, что он меня услышит. Поэтому посмотрите на этого парня. Он принесет нам много славы и наград. Спасибо вам большое. Вас тоже с праздником. Вас тоже спасибо. Ну, на этом, в принципе, мы заканчиваем. Потому что уже все, в принципе, здесь завершилось. Да, вот можно видеть, как уже собирают оборудование. Ну, вот немножко буквально скажу. Сегодня было еще много спортивных мероприятий. Ребята играли в футбол, был арморестлинг, пляжный волейбол. То есть спорт в Нижнекамске жив. Даже несмотря на какие-то ковидные ограничения. То есть спортсмены у нас тренируются, занимаются. А это значит, что уже скоро мы увидим их. Очень надеемся на это на соревнованиях самого высокого уровня. На этом у нас у меня все. Передаю тебе слово. Спасибо большое, Александр. Так и хочется в завершении этого материала сказать физкульт-ура. И продолжим. Верность традициям и сохранение культуры татарского народа. Именно эти задачи ставят для себя участники Конгресса татарской молодежи. На очередном их рабочем совещании присутствовали опытные аксакалы. Вместе они обсуждали планы работы в этой области на ближайшее будущее. Среди них приведение большого фестиваля концерта в Нижнекамске. Его изюминкой должны стать татарские колоритные песни. У нас будет татарский концерт. И наши юбилеи. И наши, получается, нижнекамские таланты также будут участвовать. И может быть даже мы туда позовем казанских артистов. Артистов гостей. Чтобы было повеселее. И наших артистов тоже в первую очередь мы будем показывать. Я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 через сайт ntrdefis24.ru или можете написать нам в WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Далее смотрите прогноз погоды. Я же говорю вам до свидания. И напоминаю, что вакцинироваться это важно. Будьте здоровы. Суббота ожидается похолодание и небольшой дождь. Продолжение следует.